Госдума рассмотрела три внесенных президентом законопроекта о правительстве, прокуратуре Российской Федерации и Конституционном суде. Все они направлены на реализацию обновленного основного закона страны. При этом в перспективе депутаты сосредоточатся только на самых важных законопроектах, сократив число пленарных заседаний в связи с ростом числа заболеваний COVID-19. Подробности в следующем сюжете. Основные изменения предложены в отношении правительства. Было решено не вносить поправки в действующий закон, а принять новую редакцию документа и закрепить новые конституционные полномочия парламента по формированию правительства. А именно председатель кабинета министров, его заместители и федеральные министры будут назначаться президентом на должность после того, как их утвердит Нижняя палата парламента. Для того, чтобы назначить премьер-министра, президент представляет Государственной Думе для утверждения председателя правительства и дальше Государственная Дума голосует или не голосует за конкретного кандидата. Более того, все остальные члены кабинета также проходят публичную процедуру. Основная часть через Госдуму, силовики через Совет Федерации. Подчеркиваю, это вице-премьеры и федеральные министры. Тем не менее, коммунисты отказались поддержать законопроект. Еще до начала обсуждения член фракции КПРФ Вера Ганзи заявила журналистам. Правительство, статус правительства, по нашему мнению, понижаются. Потому что если по действующему закону правительство Российской Федерации является высшим исполнительным органом власти, то теперь правительство Российской Федерации, исполнительный орган власти, но под руководством президента Российской Федерации. Мы тоже с этим не согласны. Однако в итоге за новую редакцию закона о правительстве проголосовали 349 депутатов при необходимом минимуме в 300 голосов. Следующим вопросом на рассмотрении стал законопроект о Конституционном суде, который устанавливает состав суда из 11 судей, включая председателя и его заместителя. При этом орган может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее 8 судей, а принимать решение правомочен при участии в заседании не менее 6 служителей Фемиды. Кроме того, Конституционный суд наделяется правом решать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в том случае, если их истолкование противоречит Конституции России. Если будет выноситься то или иное решение в отношении России тем или иным межгосударственным органам, то есть международным органам, то Конституционный суд будет всегда рассматривать, насколько это соответствует нормам Конституции и нужно ли Российской Федерации исполнять такое решение, точно так же, как решение иностранного суда, либо международного суда. Это очень важные полномочия. Другие изменения коснулись прокуратуры. Они менее масштабны, но все же система назначений также меняется. Так, до внесения поправок в Конституцию генпрокурор и его заместители по представлению президента назначались Советом Федерации. Теперь это прерогатива президента, которая осуществляется после консультации с сенаторами. Поправки также уточняют нормы о снятии прокурора с должности. Прописывается и запрет на наличие у них иностранного гражданства, либо вида нажительства. Генпрокурор назначается президентом, он и сейчас назначается. После консультации с Советом Федерации ограничения есть для прокуроров любого уровня. Никакого гражданства иностранного, наверное, и имущества никакого, и счетов, все это, так сказать. Но голосуем в Запад, что это законы, расширяющие, так сказать, полномочия. На следующей неделе Госдума собирается рассмотреть оставшиеся проекты, внесенные президентом. В частности, в законы о безопасности, об уполномоченном по правам человека Российской Федерации, о Федеральной службе безопасности и о внешней разведке.